Ирпень в воскресенье. После обстрела жилых домов люди спасают семьи. Военные помогают, особенно детям, и также морально. Зелёного коридора нет, поэтому беженцев стараются сопровождать. Днём ранее 215 детей эвакуировали из детского дома в Запорожье, когда российские войска атаковали атомную электростанцию неподалёку. Страшно оставаться в Запорожье, когда воют сирены воздушной тревоги и нужно постоянно прятаться в подвале. Мы на тот момент, когда всё начиналось, то есть были в приюте. Мы вообще проснулись в 5.30 утра от начала взрыва, то есть ещё 24-го числа. И время от времени мы слышали эти взрывы. Когда мы слышали взрывы, то есть нас сразу собирали, эвакуировали в детский садик рядом. Более суток понадобилось, чтобы вывезти детей за границу. Польский отель «Осса» принял сирот из нескольких интернатов Украины – Киева, Одессы, Харькова – в сопровождении их опекунов. Они спрашивают, что, когда закончится, когда это вообще закончится, что будет. Им страшно и нам страшно. Нам нечего им ответить. Мы не знаем, что будет завтра, что будет через час. Психолог Наталья Скипская считает, что дети, живущие без родителей, более подготовлены к таким переменам, поскольку имеют опыт потери дома. Наиболее чувствительны дети, которых вывезли без родителей. И тем, и другим. И третьим, которые рядом с родными, помочь можно определённостью. Нужны опоры и границы. Нужно как можно скорее устраивать детей в садике школы, возвращать их к нормальности, возвращать их к структуре. Работать на то, чтобы был распорядок дня, чтобы была еда, обед по расписанию, чтобы были какие-то понятные вещи, чтобы была какая-то рамка жизни. Общее число покинувших Украину превысило миллион восемьсот. И почти половина из них несовершеннолетняя. В Европейском Союзе считают, что беженцами могут стать ещё 4 миллиона человек. Поэтому принято беспрецедентное решение равномерно распределить действия по оказанию помощи на все страны ЕС. Чтобы не перегружалась помогающая сторона. Они устают. Это нормально. Но когда большая нагрузка, это нормально уставать. И тогда не хватает ресурсов на то, чтобы сохранять какую-то теплоту, доброту, человечность. И поэтому очень здорово, что их распределяют, потому что дети имеют возможность попасть в более спокойное, более принимающее, более доброе какое-то окружение. Хорошо, если каждый ребёнок пообщается с психологом. Хорошо, если сразу начнёт изучать язык помогающей страны. К примеру, в Польше образовательные программы организовывают власти городов, фонды, отдельные учебные заведения, а также волонтёры. Финансовую помощь, вещевую и медикаментами для беженцев собирают во множестве стран мира, в том числе Беларуси и России. Несогласные с политикой Путина и Лукашенко. Глядя в глаза бегущим от войны, заметим, тревожные взгляды матерей и любознательные детские. Даже в такой сложной ситуации дети знакомятся, пробуют играть и рисовать.